Арктические перспективы и военные аспекты. Игорь Кошин впервые примет участие в важном для нашего региона заседании Госкомитета по Арктике. Фронтовые будни ОНФ снова делает жизнь жителей округа лучше, заодно наметили планы на будущее и расставили приоритеты. Вы смотрите новости на телеканале Север. О главных событиях дня расскажу вам я, Олег Хатанзийский. Губернатор Нинецкого округа Игорь Кошин примет участие в первом заседании Госкомиссии по Арктике. Планируется, что на совещании обсудят социально-экономические и политические вопросы, в том числе военные аспекты развития арктических регионов. Комиссии предстоит оценить эффективность использования ресурсной базы Арктики и принять решения по разработке и реализации приоритетных инвестиционных программ. В составе Госкомиссии руководители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, высшие должностные лица субъектов, полностью или частично входящих в состав арктической зоны, полномоченные представители президента, представители аппарата Совета безопасности, администрации президента, других государственных органов, научных и общественных организаций. Глава Нинецкого округа Игорь Кошин считает, что такой орган объединит стоящие сегодня перед регионами задачи в единую комплексную систему на федеральном уровне. Сделать жизнь каждого жителя Нинецкого округа лучше. Такой девиз вновь озвучили члены регионального штаба Общероссийского народного фронта. На ежегодной конференции фронтовики подвели итоги работы за ушедший год и обозначили планы на этот. Алина Ваучейская продолжит тему. Региональный штаб Общероссийского народного фронта в Нинецком округе начал свою работу в 2013 году. Было выбрано пять основных направлений работы. Рабочая группа – качество повседневной жизни. Самые важные вопросы в ней – переселение из ветхого и аварийного жилья. В ушедшем году активистам УНФ удалось добиться внесения дома 24Б по улице Пионерской в реестр домов, подлежащих сносу. Также в этом направлении фронтовики решили оказывать юрпомощь тем, кто не может добиться справедливости у чиновников. Кроме того, активистами УНФ было проверено наличие информационных табличек на домах, подлежащих сносу и расселению, которые мэрия должна была установить еще до 1 октября 2014 года. Ни одной таблички фронтовики не обнаружили. Также по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта были установлены предупредительные надписи на детских площадках. Зачастую наши детские площадки используются абсолютно не по назначению. Там собирается и молодежь, и взрослые с распитием спиртных напитков и неоправданным поведением, что не должно происходить на детских площадках. То есть информационные таблички носили характер, там были обозначены правила поведения, что нельзя распивать алкоголь, нельзя курить и бросать бычки, нельзя мусорить и тому подобное. После установки табличек фронтовики также обратились в полицию с просьбой проводить ежедневные рейды по детским площадкам. Честная и эффективная экономика – еще одна рабочая группа под руководством Валерия Чупрова. За год в этом направлении фронтовикам удалось многое, в том числе предотвратить попытку отмывания денег городадминистрации на сумму порядка 12 миллионов рублей. Предприятие «Чистый город» собиралось закупить зимой торфы для озеленения города, еще и поставить это все в нереальные сроки. Закупка показалась нам сомнительной из-за сроков поставки. В течение месяца нужно было поставить около тысячи грузовиков торфа. Закупка была добавлена на сайте. Сомнительные, последовала реакция, ряд статей и итогом всего этого закупка была отменена. В этом году рабочая группа «Честная и эффективная экономика» продолжит работу в направлении раскрытия неэффективных и подозрительных закупок. Впрочем, под крылом фронтовиков еще много различных экономических направлений, в том числе вопросы ограничения доступа на рынок новых компаний, именно на те сферы, которые на сегодняшний день заняты гупами и мупами. Они используют государственное имущество, они работают на государственном оборудовании, они получают дотации и субсидии из бюджета и тем самым фактически устраняют конкуренцию и не дают развиваться мелкому бизнесу. Затронули в ходе конференции и более глобальные проблемы. Активисты УНФ силы направили также и на осуществление конституционных прав жителей Неницкого округа, а именно на право свободно передвигаться по территории страны. Ни для кого не секрет, что в Неницком округе это право хоть и косвенно, но нарушается. Наш регион единственный в стране субъект, в котором нет круглогодичного наземного транспортного сообщения. Фронтовики считают, что дорогу на Усинск необходимо достроить как можно быстрее. Для того, чтобы в кратчайшие сроки решить вопросы строительства дороги Ринма-Русинск и тем самым выполнить конституционные права граждан Неницкого округа на свободное передвижение по всей территории России, необходимо обеспечить ежегодное финансирование в рамках федеральной программы. Кто помнит, может быть, в 90-х годах, если не ошибаюсь, существовал такой проект в транспортном магистрале, который соединит три столицы субъектов. Это Салихарт, Наринвар, ЦПК. Тогда планировалось сделать эту дорогу федеральной. Если, может быть, возродить этот проект, я как предложение сейчас ношу, и дорога получит статус федеральной, то, соответственно, федеральное финансирование мы тоже будем получать на строительство дороги ежегодно. Что еще касается транспортной составляющей, правда, уже воздушные. Фронтовики обеспокоены состоянием дел в Наринмарском авиаотряде. Парк воздушных судов обновлять нечем. Аннушки давно сняты с производства, а запчасти на них не выпускают. А Ми-8, на которых сейчас, кстати, осуществляется основной поток авиаперевозок в нашем регионе, начиная с 2017 года, начнут списывать. На вертолеты нет денег. К слову, одна вертокрылая машина стоит порядка полумиллиарда рублей. На следующие 10 лет нужно как минимум 5 вертолетов, а это несколько миллиардов рублей. Решить проблему можно с помощью программы федерального субсидирования, но загвоздка в том, что этой программой предусмотрена только покупка самолетов. Фронтовики намерены выйти на государственный уровень с инициативой о внесении изменений в эту программу. Нехватка транспорта, правда, уже наземного, обеспокоены и руководители рабочей группы «Социальная справедливость» Римма Костина. В Наринмаре осталось всего три специализированных автомобиля скорой помощи. Сейчас меня очень волнует, что у нас было четыре машины скорой помощи, ездили четыре группы, а теперь ездят три. А сердечно-сосудистые заболевания, и если у человека сердечный приступ, это нужно в первые 5-10 минут, иначе будет смертность. Вот этим вопросом мы начнем заниматься, ну, буквально со следующей недели. Отчитались, наметили планы на будущее и расставили приоритеты. Впереди целый год работы, продуктивной, эффективной и по-настоящему фронтовой. Вот проверить качество, не числом, а умением, вот эта тема и особенность, может быть, вот этого общественного движения. Посмотрим, как будет выглядеть наш Ненецкий автономный округ, но я с удовлетворением хочу сказать, что мы выглядим достойно. Задачи за 2014 год выполнены, и рассчитана программа на 15-й год. Алина Волучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Нелегальные предприниматели снова предлагают свои услуги, но об этом через несколько минут. Бутылочку, пожалуйста. Полицейские пресекли деятельность очередного нелегального предпринимателя. Житель города продавал алкоголь через социальную сеть. Любителям пострелять из ружья они только прописали правила весенней охоты. В кого стрелять можно, в кого нет и в каких количествах. Весна на севере. Цены пополам. Два проката по цене одного. С нами теплее. Звоните 217-17. Количество социальных сирот в регионе снижается, но есть все же и неприятная статистика. По данным отдела опеки и попечительства, существуют семьи, где родители лишают прав на детей. И в основном в сельских населенных пунктах. Сейчас в регионе в детских учреждениях воспитывается 167 детей. Большинство это социальные сироты. Чтобы не допустить изъятия ребенка из семьи, в отделе опеки и попечительства решено проводить дополнительную с ними работу. Семья, которая пограничная, она бы могла приезжать сюда на срок пребывания, скажем, в отделении временного пребывания до двух месяцев. За это время специалисты работают с семьей и с детьми, и с родителями. И помогают им уйти от этой ситуации. Также предусмотрено лечение от алкогольной зависимости. Основные проблемы возникают именно из-за злоупотребления родителями горячительных напитков. Сократить количество детей-сирот помогут и приемные семьи для жителей населенных пунктов региона. Проезд и проживание на время прохождения специального обучения для будущих приемных семей будет бесплатным. Предприятие объединенных котельных и тепловых сетей получит 8,5 миллионов рублей на погашение задолженностей. Важное решение одобрили депутаты Горсовета на очередной сессии. В повестке 8-го заседания вопрос стоял первым пунктом из 13-ти. Изменения в бюджет городского округа на 15-й и плановый период 16-го и 17-го годов депутаты одобрили единогласно. Сегодня ПОКТС находится в очень сложном положении и нуждается в финансовой поддержке учредителя. Выделенные 8,5 миллионов рублей всех проблем предприятия не решат, но расплатиться с налогами помогут. Сегодня прорабатываются все шаги для выхода из той ситуации, которая сегодня сложилась. Это в первую очередь работа с управляющими компаниями, работа с нашим населением по непосредственному перечислению оплаты за услуги ПОК. Это канализация, вода, отопление муниципальному предприятию. По словам председателя Горсовета, если бы все управляющие компании рассчитались по КТС, то предприятие могло бы работать самостоятельно. Но компании отдавать долги не спешат. А ведь возвращенных средств могло бы хватить даже на подготовку к зимнему сезону 2015-2016 годов. Также на сессии было принято еще одно важное решение. Депутаты одобрили границы территориального общественного самоуправления в поселке Мирный. Это значит, в городе появился еще один ТОС. В ближайшее время инициативная группа микрорайона начнет готовить учредительные документы. Самое главное, у них мне понравилось направление работы, то, что они не то, что думают, что кто-то им даст, что они там. Конечно, в грантах они будут участвовать, это планируют обязательно. Но самое главное, они будут прикладывать свой труд. Что они могут сделать? Они создали свою страничку ВКонтакте. Они уже общаются друг с другом ВКонтакте на своей страничке. Они уже сдружились между собой, когда они организовали ТОС. После того, как ТОС будет зарегистрирован как некоммерческая организация, он сможет участвовать в конкурсах и получать гранты. Выигранные средства можно будет направить на обустройство территории, проведение мероприятий и другие цели. Это уже пятый по счету территориальный общественный орган. Они уже есть в Старом аэропорту, Качгарте, Малом Качгарте и Сахалине. Алена Валей, Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Окружные полицейские вновь пресекли факт нелегальной торговли крепким алкоголем. В ночное время курьер задержан. При этом уже не первый раз молодой человек промышляет незаконным бизнесом при помощи социальной сети. Сообщения со своими услугами правонарушитель распространял вдруг вокруг. Он предлагал купить алкоголь круглосуточно и с доставкой до подъезда. Последний заказ не состоялся. Жителя города задержались с поличным. Незаконный предприниматель по указанному адресу привез одну бутылку коньяка. При этом мужчина не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица. В связи с чем он не имел права розничной продажи на алкогольную продукцию. Данный гражданин уже неоднократно привлекался к административной ответственности по данному правонарушению. В ходе смотра автомобиля сотрудниками полиции было изъято 7 литров алкогольной продукции. Но в отношении правонарушителя составлен административный протокол. В качестве наказания его ждет штраф. Региональный департамент природных ресурсов, экологии и АПК подготовил документ, согласно которому устанавливаются ограничения в период весенней охоты. На территории округа определены три участка, где можно будет поохотиться на пернатую дичь. Это западный, центральный и восточный округа. Каждому охотнику этой весной за сезон разрешено добыть не более 20 гусей и казарок, а также 20 селезней. Это, кстати, при наличии на руках разрешительных документов. Кроме того, отдел охраны животного мира и охотничьих ресурсов напоминает, что охота полностью запрещена на территориях природного заповедника Ненецкий, природного заказника Шоинский и памятника природы регионального значения Каменный город. На территории природного заказника Нижнепечорский запрещена охота на лося, на островах Колгуев и Гач введено ограничение на отстрел гусей. Смотрите далее в выпуске. В Великой Победе посвящается «Они стояли насмерть» очередной рассказ о тех, кто спас нас от немецко-фашистских захватчиков. Накануне Великого Праздника, 70-летия Победы, мы продолжаем вспоминать тех, кто внес неоценимый вклад в освобождение родины от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня рассказ о жителях Наринмара, которые помнят те страшные события, словно это произошло только вчера. Почетный гражданин Ненецкого округа Вячеслав Карипанов в силу своего возраста не был на фронте, но хорошо помнит, как возвращались уцелевшие победители домой и продолжали довоевывать уже в своих воспоминаниях. Это не так! Не так надо было! Вот Ермолин, Игнатий Матвеевич, он сосед, кстати, у нас по дому был, он участник войны, получил ранение и был комиссован, это под Ленинградом. Он единственное всегда говорил, знаете, я бы этих командиров... Ну, какого черта? Мы, говорит, противника километра нас заставляют бегом бежать, в атаку мы пошли. Мы, говорит, пока этих километров прибежим, мы уже ничего не можем в окопе-то делать, падаем от усталости. Гражданин Владимир Кисляков отлично помнит скупые рассказы о войне своего отца Ивана Федоровича Кислякова, прошедшего Ленинградский фронт и после отдавшим многие годы на налаживание мирной жизни в Наринмаре. Он был, значит, командиром разведчиков-проводников, но так как они северяне, во-первых, ходить на мель и на лыжах, и в то же время, как бы, к холоду были бы приличные. Как раз вчера, между прочим, показывали по телезору Баграмян, это он ввел такое понятие, как разведку боем делать. Значит, прорывается часть военных, их немцы обстреливают, и стоят люди, которые засекают, как их обстреливают, точке потом, куда уже наши были. Я стою, стою спиною к строю, только добровольцы шаг вперед, нужно провести разведку боем, для чего, кто сразу разберет. Ну, это, конечно, негуманная вещь, потому что этот отец им давали, допустим, человек 30, а потом возвращалось человек 10, там, и было, и меньше. Скоро будет Надя с шоколадом. В шесть они подавят нас огнем. Хорошо, нам этого и надо. С Богом потихонечку начнем. Пошли вдвоем уже тоже. Пошли. И засекать эти точки также. И миной, короче, накрыла их. И отца ранило в бедру. Он когда ходил в баню, ему все время, я гордился, что я там полуспину было. Но я гордился. И вот это, конечно, никакая негордость не предоставляла. И тот его бросил. Почему для меня предательство самое такое, я не люблю предательство вообще в отношениях. Потому что для меня слово предательство – это воплощение того, что отцу моему пришлось 400 метров ползти, представляете, двое суток. Ну, естественно, того расстреляли. Отцу дали вот этот орден звезды. И уже после такого ранения его уже дебилизовали в 1944 году. У почетного гражданина Заполярного района Евдокии Хозяиновой тоже в памяти остались воспоминания о тех страшных днях войны, когда дети рано становились взрослыми, как они справлялись с бедами и голодом, в каких условиях приходилось жить в немецкой оккупации. Нас было трое. Самая старшая сестра умерла от Тифа уже в конце войны. Нас трое – женщина с тремя детьми. Как мы жили, думаете, где? В погребе, погреб земляной. Только курень, а там яма огромная. Плюс еще корова туда была затащена, чтобы не убили. Она потом и ослепла, а потом подорвалась на минном поле. Помнит она со слов матери и того одного бойца, который спас жизнь всем ее родным. Это было уже после освобождения их села. В дом на ократке отдых были определены несколько солдат. Соломы настелили, попадали, сразу же позасыпали. А один сел за стол и стал бриться. Вот недаром песню кто это поет? Это не Олег Газманов. Если воин бреется, значит он надеется. На любовь надеется, значит будет жить. Более старшие сестры Евдокии, сходив за водой, нашли гранату, типа лимонка, и принесли домой. Со слов матери их спасло чудо в форме советского солдата, который в это время брился. И говорит, дремлю, вдруг этот солдат, говорит, соскочил на эту лежанку, чего-то туда, говорит, к моим сестрам-то, выскочил. И вдруг, говорит, такой силы взрыв. Все повскакивали солдаты, думают, что бой опять начался. И этот солдат, говорит, заходит, у него волосы дыбом стоят, и он, говорит, белый, как полотно. А может другой бы увидел в зеркало, да пилотку на голову, и вон, и кто бы его осудил, да? И кто бы знал, все бы погибли ведь. Олег Танзийский, Андрей Чуклин, Андрей Котов, Телеканал Север. Добрую традицию совершать весной крестный ход продолжили прихожане на Римарской епархии. В дни Великого Поста во главе с епископом Яковом они отправились на городющее древнего города Пустозерска. Предполагалось, что ход состоится 14 марта, однако оттепель не позволила паломникам выйти на Печору. Сегодня природа не подвела, на улице солнечно и безветренно до Пустозерска добирались на треколах и снегоходах. Флаг Неницкого округа иконы и хоругви ярко выделялись на снежных просторах. После недолгих приготовлений епископ Яков совершил молебен накануне праздника в честь Феодоровской иконы Божией Матери, которая ознаменует освобождение страны во времена Смуты. На всем протяжении пути видел, как Господь благоволит нам, как и каждый год, потому что уже не планы, уже не привязка к дате, а только о возможности. Господь сам расставил все на свои места, и в этот день, особенный день, в день, который великим постом именуется Марийным стоянием, воспоминание подвижницы, исшедшей из города за стены Иерусалима и проведшая 47 лет в пустыне, и мы в этот день отправились в бескрайние просторы, в эту безграничную, снежную, святую пустыню на место Пустозерска. Заложенный в конце 15 века по велению царя Ивана Третьего город сыграл важную роль в освоении Крайнего Севера и Сибири. Отсюда шли торговые пути, научные экспедиции, отправлялись на изучение Печорского края и морей Ледовитого океана, а миссионеры обращали в веру Христову, кочующих по бескрайним тундровым просторам ненцев. Нынешний крестный ход на Пустозерское городище стал уже четвертым зимним походом в истории Наринмарской епархии. В выставочном зале Делового центра «Артика» открылась необычная выставка известной петербургской художницы Елены Ткаченко, которая смогла объединить живопись, текстиль и моду. В зале выставлены исключительные изделия, закрепленные на манекенах. Перед посетителями создается необыкновенной красоты картина, сопровождали открытие выставки, звуки, классической музыки и оперное пение. Тончайшее чувство колориста и высокий профессионализм позволяют Елене превосходно работать как в традиционных техниках губелен, аббатик, вышивка, роспись, войлок, так и создавать уникальные авторские методики ручного плетения. Произведения, построенные на сложнейших цветовых сочетаниях, придают широкий спектр эмоций и представляют собой четыре грани одного чувства – любви. Я была уверена, что я должна быть художником. Я училась в художественной школе, потом в институте. Потом ты работаешь, это твоя жизнь. И поэтому ты развиваешься, это естественно. Рождаешь новые произведения, впечатляешься обязательно от чего-то. То есть просто так творческие работы не рождаются. Они рождаются только если очень сильное впечатление художника. В творчестве Елены можно проследить эволюцию цветов и фактур от ярких, звучных, объемных к деликатным, нежнейшим переходам приглушенных тонов и гладкоповерхности. Ширта ее творческого диапазона была по достоинству оценена публикой на многочисленных отечественных и зарубежных выставках. На выставке в Наринмаре представлены не только предметы одежды, которые становятся произведениями искусства, но и фотографии, на которых показан текстиль в движении. Экспозиция будет радовать жителей гостинининского округа до конца апреля. Это был итоговый выпуск новостей. До встречи на севере. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова